Мою жену играет моя бывшая племянница. Там был секс, но не в постели. Актерами становятся люди, скажем так, тщеславные. Два миллиона подписчиков. Да, да, да. Мы не имели права разглашать тайну своей зарплаты. Вы себя заложником сейчас не чувствуете уже в этого комедийного кино? Вот сейчас сыграл я у вас в фильме «Крова была у насыкала». Это фильм, это триллер по большому счету. К сожалению, прошлого не вернешь. Я уже больше никогда в жизни не снимусь у Киньки-Дука. Жан, поскольку вчера у вас был день рождения, то мы хотим вам подарить маленький тортик по этому поводу. И в знак внимания и дружбы, собственно говоря, это для вас. Спасибо большое, спасибо большое. Очень приятно. Если бы я был слишком наглый, я бы сказал, почему маленький тортик. Потому что вчера. Чем дальше, тем больше тортов. Спасибо большое. Это очень такой милый подарок. Я, честно говоря, не ожидал. Мне очень приятно, что вы запомнили. Хотя трудно было не запомнить, что вы что-то везде поздравляли. Поэтому очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Жан Байжанбаев у нас в гостях наш знаменитый актер. Жан, очень приятно вас видеть. Очень приятно еще раз поздравить вас с днем рождения состоявшимся. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Мне очень приятно, что вы пригласили меня на свою замечательную передачу. Наконец-то она состоится сегодня. Я не буду говорить, что состоялся, состоится сегодня. И, надеюсь, я не буду отвечать очень глупо. И спасибо за поздравление с днем рождения. Спасибо. А, значит, вот сразу о чем хочу спросить. Вы из актерской семьи. Я, в принципе, да. У меня семья такая, что она связана. Я не буду говорить подробностей всего. Но у меня около пяти-шести человек нашей семьи, люди, связанные с искусством. Это народные артисты казахской среды, заслуженные артисты казахской среды. Это люди, связанные с казахским кино, с радио, с театром, с театральным институтом. И сейчас у меня даже мой зять, закончивший тоже, и здесь закончил школу, и учился в Лондоне, и в Лос-Анджелесе, тоже закончил режиссуру. И моя дочь мало того закончила продюсирование, но не пошла, потому что она сразу родила ребенка, потом с лет второго, и пока, я говорю, пока сиди дома. Да, пока заниматься. И вот каково это, вот сразу, с детства, четко понимать, чем ты будешь заниматься? Это плюс или это ограничение? Вы знаете, ограничений никаких не было совершенно, потому что отчим, как вот, помните, стихотворение, кажется, чью? То ли Агния Барто, то ли Майковская, там, любая профессия хороша, да, выбирай на вкус что-то такое. Помните, помните, было, да. Чуть ли не Маршак. Да, да, то ли Маршак самой упакованной, я уже забыл. Профессии было, конечно, очень много интересных, и у меня были примеры перед глазами, инженера были, врачи были, родственники мои. Но сказать, чтобы с детства думать о том, что я стану актером, я об этом даже не думал. Я стал осознанно об этом думать, может быть, в классе восьмом-девятом, наверное, пришел к этому, что в будущем все-таки я буду, наверное, актером. А не режиссером, не оператором, именно актером. А в детстве как-то я об этом не задумывался, я просто видел перед глазами как-то примеры, и я не думал о том, что вот актер, там, или режиссер, или диктор. Так я к этому очень спокойно относился. Потому что эта профессия не была столь популяризирована, наверное, и рекламирована, как сегодняшних реалий. Сегодня же существует век интернета, Инстаграм, всевозможные, ТикТоки, да, и когда актеры появляются сейчас на экранах, мы их знаем. А раньше, вы знаете, в Советском Союзе снималось всего лишь, ну, может быть, максимум картин 90, 95, 96, включая Мосфильм, Ленфильм, Казахфильм, Грузияфильм, там, прибалтические студии. И киностудия «Казахфильм» выпускала всего лишь 5-4 картины в год, художественные. Но все, да, советские, та, в любом случае были небожителями, и в любом случае их знала вся страна. Это было такое, и, к сожалению, многие небожители того времени закончили свою жизнь в полной нищете. Вы об этом знаете. И как-то, естественно, я не знаю, может быть, просто я как-то близко соприкасался с жизнью, наверное. Тогда же не было такой звездности, не было вилл огромных, не было огромных денег, в конце концов. Была квартира, были квартиры, и все, обычная квартира, двухкомнатная, трехкомнатная. И поэтому называть небожителями, как-то это немножко странно, конечно. Да, перед советскими актерами, моя супруга, она собирала огромное количество, собрала огромное количество открыток. Помните, подавались в Союзпечатях эти открытки, да, там, Красавцев, Мужчин, Бондарчук, Тихонов, это все полностью. Конечно, девочки бегали, покупали открытки, это было какое-то такое увлечение. Но это не было так рядом. К этому нужно было долго идти. Чтобы стать артистом, нужно было закончить институт, долго учиться, потом снимешься, не снимешься, неизвестно. А у нас не снималось. Сейчас в одном Казахстане снимается картина на 50-60 год, не включая сериалов. А раньше снимали, всего лишь 5 картин, 4 картины в год снимали. Поэтому то количество, которое сейчас снимается только в Казахстане, картины, это снималось во всем Советском Союзе, скажем так. Поэтому не было так рядом, это было все далеко. Может быть, поэтому называть небожителями, это было очень далеко-далеко. Как помните, до Бога далеко, до царя далеко, да, до Бога высоко, до царя далеко. Вот типа такого было, наверное. Да, конечно. Нет, я об этом не думал. И только в девятом классе, когда я стал уже осознавать себя мужчиной, и я стал различать, что есть женщины, что есть мужчины. Я был молодой человек, и, конечно, да, естественно, заглядывался на девчонок. И, конечно же, что в этом случае делать? В основном актерами становятся люди, скажем так, тщеславные, которым нужна слава. А мне кажется, что почти все женщины все тщеславные. Они хотят быть известными, хотят быть красивыми, хотят быть известными, чтобы в них влюблялись. И может такая тоже глупая мысль, не то что глупая мысль, это может такая юношеская мысль появляется у многих людей в раннем возрасте, в юношестве, скажем так, в отрочестве. К сожалению, у многих еще это появляется и в позднем возрасте, да, стать известным. И вот это, наверное, сыграло какую-то роль в том, что, тем более, как бы я видел своих родственников, что к ним очень уважительно относились, приезжали в любые города, там это все узнавали, восхищались. И, конечно же, я же нормальный человек, но тоже хотел вот этого тоже. А потом актерство все-таки такая волшебная профессия, это искусство, что такое нереальное. И, может быть, поэтому я и решил стать актером. И на радость мне в тот год, когда я закончил школу, именно в Турский институт, Государственный театральный художественный институт имени Жургенова. Он назывался, коротко, А-Г-Т-Х-И. Потому что сейчас он перешел именно в Академию киноискуссии, перешел, тоже Жургенова. Это именно в тот год, когда я закончил школу, он прям в этот год и открылся. Так что я был, я был где-то, у меня был студенческий билет, кажется, 12 или 13 студенческий билет. Я был 13 студентом в истории нашего института. Супер. А вот сейчас, смотрите, Жан, сейчас как раз актеры с профессиональным актерским образованием, это скорее исключение, чем правило. Сейчас играют ребята, которые играли в КВН, они пришли в актеры. Играют люди, которые пришли из Инстаграма, они стали актерами. А профессиональные спортсмены, боксеры вдруг становятся актерами. И вот этот вот сам переход от того, что ты добился какой-то известности в какой-то другой стезе, и потом раз, тебя приглашают в фильм, и ты поднимаешь посещаемость этого фильма просто потому, потому что тебя, допустим, там… Знают в спорте. Да, условно говоря, 2 миллиона подписчиков. Да, да, да. А при этом, вот, собственно, вы, актер, что называется, штатный актер. Киностудистик, казах, фильм. Киностудистик, казах, фильм. А вот, как вам живется вот в этом изменившемся мире? Да, то есть, где есть и вы, и где есть, скажем, актеры, которые на самом деле не актеры? Да, да. Какое соотношение и как получается работать вот вместе? Вы знаете, здесь можно говорить уже о роли личности в истории, скажем так, да? Я понимаю, что все равно одна моя личность ничего не решит в истории казахстанского кино, в истории эссенбергского кино. Приходится смиряться. Я могу сказать о том, что еще в 90-х годах до независимости нашего государства, то есть в составе Советского Союза, киноактеров вообще, киноактеров в Казахстане было всего лишь 20-21 человек, 22 человека максимум. 20-21-22 человека. Дипломированные? Штатные? Нет, это не то, что дипломированные. Дипломированные актеры было гораздо больше, потому что они часто играют в театре Ауэза, в Тюзи, в театре Лермонта. Я про Алмату говорю, а слушайте наши областные театры, музыкальные комедии. Это все актеры с высшим образованием, которые работают в театре и в кино. Наш институт, театральный художественный институт имени Жоргенова, он выпускал актеров, режиссеров, операторов не было тогда. И у нас в дипломе написано «Актер театра и кино». И, как правило, почти во всех вузах Советского Союза, в РАИТ, в ГИТИС, в ГИК, всегда набирали 20-22-24 человека. У нас курс был уже 24 человека, из них только два человека стали киноактерами. Это я и Саги Ашимов, к сожалению, покойный мой друг. Потому что, будучи студентами, мы с ним сняли в 6 или 7 картинах. Может быть, в сегодняшний день мы к этому времени снялись бы в 20-30 картинах, потому что снимается все гораздо быстрее, все снимается на видео. А раньше снимали кинопленки. Поэтому 5-6 картин за 4 года студентам – это очень большое количество картин, потому что каждая картина снималась 2,5-3 месяца. А так как мы были студентами, мы имели возможность сниматься в кино только на летние каникулы. Потому что, в любом случае, вы должны знать, что многие преподаватели, профессуры, скажем так, театральных вузов не любят и не любят никогда. Да, это общее правило всех вузов Советского Союза. Будь то в ГИК, будь то в ГИТИС, Щука, Щепкинская, Алматинский театральный институт, Узбекский театральный институт. Не любили, когда актеры начинают снимать. Я не знаю, почему они боялись. Может, они боялись от того, что, конечно же, актеры, студенты пропускают занятия и что-то не улавливают в этой профессии. Главное, все-таки у всех были фанаты, у всех было такое. Или от того, что они боялись за судьбу каждого студента, потому что он, скажем так, выражаясь сегодняшним языком, хапнет звездности, звездной болезнью, загордится и блюнет на эту учебу совершенно. Почему вообще в вузах не любили, вот когда приходят в институт при поступлении, и говорят же, вот сейчас ко мне звонят же, обращаются по инстаграму, он говорит, Жан, вот у меня, знаете, у меня сын, у меня там, у меня внук, у меня внучка вот такая артистичная, она там та-та-та-та-та умеет. Как раз-то вот от этого вот с таким у нас в институте и не брали никогда. Вот приходят же, так, ты где этому учился? Там показывают стихи, читают, что там выплясывают. Ты где был? Я учился там в художественном самодеятельстве. Все, уйди. То есть таких, наоборот, и не принимали в вузы совершенно. Поэтому многие немного ошибочно думают, что если вот мой внук или внучка, или сын, сыночек там в шестом-седьмом классе, он самодеятельность играет и думает, что это уже готовый киноактер. А наши преподаватели было одно мнение. Это портит, это его испортило, его неустоявшаяся психика уже повернула в совсем другую сторону. И поэтому таких самодеятельных актеров старались в институт не брать. Пусть лучше будет чисто такой вот кусок гранита, из которого потом ты уже вычешешь то, что тебе нужно. И поэтому, да, всего набирали актеров-то 24 человека. И у нас после выпуска раньше же была еще система распределения. Да. Да, вы знаете об этом прекрасно. И поэтому, окончив какой-либо вуз, ты уже знал, куда тебя пошлют. Куда тебя пошлют в хорошем смысле этого слова, да? То есть уже смотрели так, если ты женат, уже родился в Алма-Ате, значит, ты останешься в Алма-Ате, скорее всего. Если ты приехал из-за другого города, скорее всего, тебя отправят туда, отправят в театр. Но так как мы с Агишкой уже снились где-то по тем меркам во многих фильмах, и мы стали такими довольно известными ребятами в своих кругах, как это говорят, широко известными в узких кругах, да? Мы были широко известными. Хотя так нельзя бы сказать, нас в сценарии все в Алма-Ате, фильмов снимало же мало. И нас было выставлено в киностудии «Казахфильм» в качестве киноактера в киностудии «Казахфильм». И вот мы пришли туда, у меня была дилемма. Моя мама говорила о том, зная эту профессию, говорила, нет, ты не пойдешь по этой стезе. Как, я же снимался, она говорит. Она говорит, профессия такая не постоянно. Ты поснимался, пока молодой, а потом будешь это сниматься, неизвестно. Ну, пять картин в год, вы представляете? Как там это? Сейчас снимается 52 картин, 56 картин в год, можно еще. А тогда снималась пять картин в год, но это не факт, что ты будешь сниматься. Факт был то, что ты можешь сниматься в одной картинке и в двух картинках максимум в год, максимум. И все. И поэтому, она говорит, это же очень жесткий, жестокий хлеб, жесточайшая профессия. И поэтому она мне не советовала и сказала, что если ты закончишь студент, ты не будешь актером. Я говорю, как? Я заканчиваю студентом. Она говорит, ничего, в этой профессии очень много, то есть в культуре, в искусстве очень много профессий других, но не актеров. Это ты можешь быть чиновником от искусства, что-то такое, да, как аминкатурным работником в этом отношении. И поэтому, естественно, мне они пророчили, скажем так, пророчили и пророчили мне жизнь такую партийного босса, скажем так. Тогда для того, чтобы сделать хорошую карьеру, можно было просто вступать в партию КПСС. Ну, это как бы одна из ступеней вообще хорошей карьеры, если член КПСС, а то уже ты сделал жизнь нормально. И поэтому, естественно, мне пророчили именно работу в Комсомоле, что и все было спокойненько, все уже, скажем так, решено. И меня уже ждали в ЦК Комсомола, миной райком Комсомола, миной горком Комсомола, в ЦК Комсомола. И там меня уже ждали, я пришел туда, мало того, я буду говорить, там фамилия, это было Женя Никитинский, был тогда еще в то время. И он говорит, все, документы давай, все, я говорю, хорошо, я приду уже, все, с понедельника на работу, методистом ЦК Комсомола. А у меня был вызов на киностудию Казахири, когда был еще слабик Талкева, был наш директор. И вот я туда вызов, а туда я документы уже поддал и сказал, что я приду в понедельник. Я очень долго думал, честно говоря, прошел по чуть-чуть и не месяц, я ни туда не пошел, ни туда не пошел. И все вот это в думках, туда-сюда, мне мама говорит, не вздумай, не вздумай на киностудию. Я говорю, нет, я не думаю, не вздумай совершенно. А потом, что-то не знаю, как-то так вот, садишка уже все, прошел туда на киностудию, когда фильм показал мне корочку, киноактер, это же вообще. 20 человек во всем Казахстане. На тот момент в Казахстане где-то было, кажется, 15 миллионов человек. Вы представляете, 15 миллионов человек, где есть тысячи и тысячи инженеров, физиков, химиков, а тут всего лишь 20 киноактеров. И три в том числе. И он показал эту красную книжку, написанную киностудию «Казахфильм», там операешь ее, написанную киноактер киностудии «Казахфильм» с Агяшимом. Это просто вообще, что-то было такое. Естественно, после какой-то очередной гулянки я все-таки решил, проснулся, пришел на киностудию, и Славик Аня говорит, ты где пропадал уже, все время месяц пошел. Говорил, ходил, я говорю, да, я что-то там не говорил, что я сидел метался. И все, и пришел на киностудию, отдал документы, меня поставили в бухгалтерию, я запомнил себе документы, и сразу же там было такое, учитывая сыгранные роли за всю эту жизнь, за всю свою актерскую карьеру, скажем так. Тогда на тот момент где-то было 5-6 картин, я уже говорю, повторяюсь. Минуя третьей категории, присвоить вторую категорию киноактера Советского Союза. И я был актером второй категории. А в чем была разница? В категориях у нас было, тогда существовало госкино, госкино СССР. А тем более в госкино СССР у нас было госкино Казахстана, туда-сюда, все-таки странно, это все подсчиталось госкино СССР. Был центральное телевидение и было госкино, которое заведло именно кино, это главное министерство по кино. Не министерство культуры, а министерство кино. И была категорийная система. Актер начинался, было три категории, три подгруппы, то есть три категории. И в каждой категории было три подгруппы. Самая низшая — актер третьей категории, три подгруппы А, Б, С, скажем так. Потом тебе вторая категория, первая категория и актер высшей категории Советского Союза. На тот момент, когда я пошел, это уже Джигарханян, Тихонов были киноактерами высшей категории Советского Союза. Каждый год нужно было проходить тарификационную комиссию. Тарификация была на твой рост профессиональный. Поэтому каждый год собиралась комиссия и документы отправлялись в Москву. Не в Казахстане, а в Москве все это было централизовано. Ты заполняешь полностью анкету, биографию свою, свою фильмографию, какие фильмы, что потом отдел кадров пишет на тебя характеристику и непосредственно начальник актерского отдела, при каждой киностудии был такой отдел, она пишет на тебя характеристику. Такой ты Бэджембэк родился в таком-то году, пришел на киностудии, сыграл в таких ролях, играл в таких ролях, и все это подойдется туда. И потом приходят утверждения. Вот если я был бы актер в третьей категории, то я в второй категории. Потом вторая, первая, потом вторая группа. Потом во второй группе тоже опять Три категории, потом первые, то есть шесть, девять ступеней. Вы помните, сколько был тариф, сколько платили актеры в второй категории? Платили? Да, я могу сказать. Вот скажите, если, например, самая высшая категория получал актер за, я сейчас тоже скажу, я вообще секретарь, о которых вообще не принято было говорить тогда, да и сейчас тоже. Уже можно. Ну, о тех зарплатах, а сегодняшних зарплатах никто не знает, кто того, что учил. Это западная система сейчас. А тогда было так, что самые большие зарплаты имели народные артисты СССР, киноактеры, скажем так, Тихонов, Джигарханян, хотя Джигарханян, кажется, никогда не был киноактером, он был театральным актером. Да, это Тихонов в штате киностудии Мусфирин был. У них зарплата была 75 рублей в день съемочной. Это огромные деньги. Средняя зарплата была 120, 130, 140 рублей была. А тут 75 рублей получать в один день съемочный. Представляете, какая волшебная сумма это была? От 50 до 75. А актер второй категории получал, я помню, где-то зарплата была от 12, то ли 13 рублей. Я помню, что где-то в этом коридоре 10, 12, 15, 25 рублей, где-то вот это все вертелось. Это вот когда ты еще не становишься актером высшей категории. Вот такая зарплата была. Но в любом случае, даже если ты снимешься... Посмотрите, мы снимали на кинопленке. А сейчас, например, в съемочных дней, вот сейчас снимают фильмы, снимают от 12 дней съемочный период до, скажем, до 22. Это считается очень долго, 22. Хотя недавно еще считалось нормально, с каждым годом все уменьшается. Продюсерам невыгодно снимать очень долго, да. И поэтому где-то получается 12 съемочных дней. То если ты играл в кино, в художественном фильме, то сцен снималось 3-4 сцены в день всего лишь. То у тебя где-то было около... Фильмов где-то получается около 30 съемочных, 40 съемочных дней было. Фильм снимается 2,5 месяца, и у тебя главная роль. Выходной только один раз в неделю получался. У нас был кзот, закон о труде, и поэтому мы соблюдали его, и поэтому один день выходной обязательно был. И ты порядка 40 съемочных дней за одну картину. Если ты 40 раз получаешь по 25 рублей, то посчитайте. Это получается 250, 250, 250, 250, 250, получается 1000 рублей ты получаешь. А зарплата 120 рублей. То есть ты мог за один фильм, за 2,5 месяца заработать чуть-чуть негодичную зарплату обычного человека. Это свечи 412. Да, и я тогда и хотел купить себе не масличка, а только купить мотоцикл, но, правда, мне не позволили купить, потому что куда его паскать нужно было, да. Я мог себе позволить такое. Это в 18 лет я мог позволить такое. Даже в 17 лет я мог позволить, даже в 16 я мог позволить себе такое делать. Я мог купить себе модные джинсы, которые стоили 400 рублей. Опять же, запомни, зарплата 120 рублей была. Это нужно было 3 месяца рвать, чтобы купить одни джинсы. И главное, что чем они старее, тем они дороже. Даже мы их искусственно стареем. Это вот эти, скажем так, относительно большие деньги, они повлияли тогда на ваш образ жизни молодой? То есть это же, ну, совсем молодой человек. Да. Весьма усредненно живущий в стране. И который вдруг имеет деньги гораздо больше, чем у всех. Да. Чему это приводило? Ну, у нас было воспитание, может быть, скажем, правильное воспитание. Я это, если бы я жил бы один в другом городе, то это может быть, да. Нет, мы нормальные люди. Мы отдавали зарплату своим родителям, отдавали. Они нам давали, каждый день давали на институт, на то, на сё. Но, естественно, когда я получал деньги, я мог позволить себе что-то шикануть. И вот опять же купить, а потратить из двух тысяч, о, или из тысячи, мог потратить 400 рублей, мог потратить. А в основном всё отдать. И при этом, конечно, что-то я там ещё мог купить. Но это не то, что я там получил эти деньги и всё, и захотел всё, что это, скажем. Нет, какое-то было сознание, мы как-то были в этом отношении взрослее, может, более воспитаннее. И, конечно, мы знали, что нужно дать семью деньги, а там уже мама наша распределит куда, чего, кому, чего. И, конечно же, я же первый день, когда получаешь деньги. Никто не знает же, родители не знают, сколько там, там не присылают же детки на студии, когда ты, я уже стал киноактером, то есть взрослым, не студентом, а взрослым человеком. Она же не знала, я получил тысячу или получил тысячу двести, например, правильно? Естественно, ты идёшь и гуляешь во всю, а потом просыпаешься, что ты думаешь, кому ты отдал деньги? Что-то не хватает, что-то там не хватило, там сто рублей куда-то делись, представляете? Что-то не вспоминаешь, там, а, ты там мог, кто-то подошёл. Обычно в эти дни подходят тебе ребята и говорят, Жанн, займите пять рублей, займи мне три рубля. И ты отдаёшь то-то, ты же щедрый, ты же такой миллионер Сава Морозов, там, мама. Ты даешь эти деньги, и потом, естественно, тебе никто не возвращает, через месяц ты даже не знаешь, кому ты это занял. Какая-то часть возвращается от очень, так сказать, честных людей, на какая-то часть пропала, ну и бог с ним, как садака. И, конечно же, мы были горды тем, что мы были ещё уважаемые люди в этом отношении, что мы угощали ребят. Как быстро это прервалось, вот просто напрочь, да, то есть когда произошло вот крушение, да, то есть крушение съёмок, крушение проката, перестройка, вот, то есть как вы с этой, в какой ситуации вы оказались? Плачевные. Плачевные ситуации, да. И я хотел сказать ещё о том, что я чуть ли не был самым молодым, сейчас вспоминаешь, сейчас забыли, это же такой член Союза кинетографистов СССР, помните, да? Сейчас вот у нас был член Союза кинетографистов СССР, член Союза кинетографистов Казахстана, член Союза писателей, это же был топ, это был топчик, скажем так, выражаясь в сегодняшнем языком, попасть туда. Я стал членом Союза кинетографистов СССР в 27 лет. Я был один из самых молодых людей в Союзе, который стал членом Союза кинетографистов СССР в 27 лет. И на тот момент мне уже полагалась комната, когда помните, давали, было распределение квартиры, если там двое детей, тебе двухкомнатное полагалось, там трое детей, трехкомнатное полагалось, то мне полагалось уже кабинет. То есть в 27 лет я стал, скажем так, я стал претендовать на то, что при выдаче квартиры мне будут выдавать на одну комнату больше, то есть кабинет. И еще давало мне, что самое главное, меня стояли на очередь на Волгу. А чтобы купить любому смертному, это было просто почти что невозможно. Если ты не работал на тот момент в Грузии и не подавал мандарины и апельсины, да, чтобы получить Волгу, да. Мы в Грузии не жили, мы жили в Казахстане, да, у нас апельсинов не было. Естественно, летний период мне не заработали огромные деньги, мы всегда находили на хозяйственных делах. Поэтому да, очередь была. Но я получил это, получается, звание, не то что звание, скажем так, такой честь стать членом Советского СССР, буквально это было уже за 7 или за 8 лет до окончания Советского Союза. А то, если может продлилось, я бы уже получил свою Волгу. Вот так. Для меня, конечно, это было крушение, потому что ведь не все же сразу случилось. Были тяжелые 90-е годы, были тяжелые 80-е годы, скажем. Конец 80-х годов, я помню, пришел из армии, потом пришел, потом вот начался бардак, ушел Брежнев, помню, что-то такое, да. Что я помню, с детства Брежнева, это все это, единственный человек был, который такой. Он ушел, потом, кажется, был Андропов и Синов, кажется, пока был Андропов, я был в армии. Он в какой-то короткий период потом вернулся, мне жена сказала, представляешь, там это, ЦУМ, заходят большие магазины днем. Он сейчас вообще удивляется, как это, сейчас же днем полетел в любой торговый центр, в любой, не буду называть, да, там огромное количество народу, огромное количество машин мотается в городе. А потом, как иногда, козлишь пробку, пойдешь, и мужик, кто-нибудь работает в этой стране вообще? Почему никто сидит на рабочих местах, все ездят, да? Это как автомобилисты задевают. Говорят, ну, доходишь в любой торговый центр, хоть днем, хоть вечером, хоть ночью, если бы работали круглосуточно, то бы и ночью была бы там была бы толпа. Огромное количество народа. А когда был Андропов, оказывается, я, кажется, в это время был в армии, мне жена сказала, закрывали, я помню, там, ЦУМ. Говорят, ЦУМ, идешь, закрываются везде главные входы, представляете, вот сейчас бы закрылся мега-центр, да, днем. Заходят люди в штатском, скажем так, да, и проверяют документы. Что ты делаешь днем в ЦУМе? Какое ты имя? Почему ты не сидишь на рабочем месте? И проверяли людей, и увозили их, что ты такой, ты кто такой? Почему ты не на работе? Где работаешь? Почему по этому институту ты работаешь, почему ты днем находишься в магазине? И вот, оказывается, такое было. Я был в армии. Интересное, скажем так, время было. Потом, когда я вернулся, да, я чувствовал уже как бы так, ну, потому что продукты дорожали, что-то уже исчезало. В Советском Союзе так и так было все-таки дефицитное что-то. И тут стал приобретаться дефицит, стали расти цены. К 1988-1989 году вообще стало уже прям такое уже что-то сознание поменялось. Сюда стали приезжать западные группы. Мы стали стремиться туда заглянуть за занавес на Запад. Просто стало как-то все доступнее информации. Пошли там блюсли, карате, стали продаваться открытки. Все, мы увидели западную жизнь, интересно. Там появились первые видеосалоны, появились первые миллионеры на этих видеосалонах. Мы ходили в видеосалонах, где отмечалось 30-40 человек. Я уже не понял, какая цена была. То ли 2 рубля, то ли 3 рубля. Но это было очень дорого. Посмотреть, сидим в плохом качестве, кстати, да. Это все, то есть были предпосылки, не то, что этот Советский Союз развалился. Да, и это все, и вот так расшатало все устои. И в 91-м году, да, конечно, развал, да, Беловежская почта была, когда в смысле Беловежская почта писали. И развал Советского Союза, да, и тогда истинно крушение всей системы, системы кинематографии, системы театра. Театр существовал как бы так, да, естественно, там как бы. А кино как бы так развалилось, и ничего не снималось. Кто-то, ребята, появились новые миллионеры, бизнесмены появились. Режиссеры стали искать какие-то выходы, какое-то финансирование. С кого-то находили, кто-то знаком появился, кто-то там такой, приходили. Я помню, что в черных кожаных пальто, дядьки приходили такие, кто успел разбогатеть, кто-то с предпринимательской жилкой такой. Вот их привели на киностудию, говорили о том, что вот такое-то, такое-то, вот он сейчас даст деньги. Все перед ним вот так вот бегали, там в ножки кланялись, чуть ли не целовали ему пяточки. Вот эти люди пришли в кино финансировать, и кто-то, кто-то там ходил, стали снимать какие-то фильмы, документальное кино про своих родственников, непонятно кто, что-то там давали деньги, вот сними прям его дядьку, он такое-такое снимает документальное кино такое. Ну, то есть выживали кто как мог. И мы очень вообще, если мы снимали раньше 4-х годов, то здесь вообще было совершенно положение Ахова. На киностудии вообще... И вот в этот момент стали снимать «Перекресток». Это уже 95-й год, начался снимать «Перекресток», приехали англичане. История, никто не знает о том, что в принципе этот фильм запустили, скажем так, англичане. BBC, кажется, была компания известная, какая-то мировая. Все говорят, как «Перекресток наш Казахстан», они говорят, откуда там англичане? Я говорю, там англичане же, знаете. Я помню, что такая версия, не то что версия, мне кажется, Костя Солыков, покойный, который был первым продюсером этого фильма, он рассказывал, пришли люди, ну, в смысле, мировое сообщество, там, английское правительство, предложило Молодому государству «Перекресток» видеть какие-то деньги. То ли, я не помню, что ли было полтора миллиона фунтов стерлингов, что-то такое, и помочь Молодому государству, как мне рассказывал Костя Солыков. Тут, естественно, думали, ну что, полтора миллиона фунтов стерлингов, это большие деньги, но для запуска какого-то производства это очень мало, правильно? И Костя сказал мне так, я сидел на этом собрании каком-то расширенном, им сказал, давайте мы снимем сериал, ну, полтора миллиона, это не такие большие деньги, но они очень большие деньги для кино в то время. А давайте снимем, мы же все смотрели на этот момент, там, просто Мария, там, Рабыни Изаура, да, и весь Союз смотрел бывший, прям, вообще, там, эти интересные сериалы были, вот Молодой и Великой, да, там, разностного огощения не было совершенно, дети смотрели, бабушки, дедушки смотрели, Ажейшки, Аташки, все смотрели. И вот он сказал такую мысль, а давайте снимем сериал. Никто в СНГ, на тот момент СНГ был уже, не снимал сериалы совершенно, но на память у всех есть эти всевозможные бразильские и аргентинские сериалы. И эта идея понравилась, там, видимо, был сериал, уже Хабар был в то время, и при участии Хабара, вот, BBC, зашло сюда с этими деньгами, они сюда приехали, там, я помню, где-то было, наверное, человек 50-60 было, я чуть не помню, но их было много, это был не один десяток человек, разные профессии, продюсеры, естественно, режиссеры, сонаристы, продюсеры, в смысле, операторы. И вот они приехали сюда, и вот потом потихоньку стали подбирать актеров. И вот я понял, позвонили ко мне с киностудии, я пришел, там, кастинг, познакомился с этими англичанами, они пришли, поулыбались, посмотрели, побеседовали через переводчиков, естественно. Потом, где-то через месяц, кажется, или через полмесяца ко мне звонят, говорят, Жан, говорит, ты утвержден на роль такую-такую-такую-такую, какая-то была счастье. Тогда и денег-то не было у нас же совершенно, и работы не было. И вот где-то тут долго шла подготовка, и почти полгода техническая группа обучала наших операторов, звукачей, обучала новую профессию. Потому что кино снималось в Советском Союзе, ну, вообще, как-то мировое кино снималось на одну камеру с ним, максимум, там, две, там, это какая-то была хроникальная, съемки приводили к хроникальной камере, она делала. Там, только одна камера была. А это вдруг, почему, вот так удивляясь, почему там в рабыне и завтра, там, 700 серий, что-то такое, там, это, как же, «Даллас», да, сериал американский. Ну, потому что, если бы по тем меркам снимали бы, это снимали бы 100 или 200 лет бы снимали, это столько серий. А тут, там, за какой-то десяток лет сняли, там, 700 серий, 600 серий. Технологии. Технологии другая совершенно, многокамерная система, 3-4 камеры, все, одновременно снимают, берут там, берут общий план. Ну, это вам, просто рассказывали люди. Да, конечно. Одна камера берет общий план, другая камера средний план, другая камера берет тебя, героя, четвертый. И одновременно полностью сейчас сцена снимается. Это очень такая ускоренная технология. И вот они обучали наших операторов, а что в этом сложно? А что, чтобы не попасть в перекрестный огонь в другой камере? Она снимает, и тебя взяла, другая камера, правильно? Это вот, как-то, секреты операционного искусства. Это мы обучали, почти полгода обучали, звукочей обучали. Это очень много работы работали на этом. Потом актеры пришли, и мы тоже, и сами точно очень долго работали, что ты не можешь пойти туда, потому что ты пойдешь туда, ты сразу поймаешь ту камеру и перекроешь этого актера от той камеры, которая работает на него. То есть одна камера, когда он хочет, ты знаешь, туда-сюда пошел, ты не закроешь его. А когда оттуда камера, отсюда камера, оттуда камера, ты вот так вот, шаг влево, шаг влево, шаг влево, расстрел. И поэтому, естественно, все это отрабатывалось очень долго, и поэтому мы начали снимать. Одну серию мы снимали почти две недели, вот начиная. Две недели, потом мы вышли на большую скорость, там, одну серию снимали в неделю, и, кажется, в оконцовке мы снимали две с половиной серии в неделю снимали, вот как бы потом пошло все это. И на момент, когда мы сняли 50 серий с англичанами, они сказали нам адью, спасибо большое, мы их поблагодарили, и дело передали Хабару. И все, и стали снимать при Хабаре уже все это дело. Это просто было смешно, я рассказывал иногда, в шутку вот это. А как зарплата была? Зарплата, конечно, нас спасло. Перекресток все-таки многих, он же шел пять лет, и пять лет более-менее мы жили. Я где-то, правда, ушел, где-то четыре года ушел. Там что-то там это было. А так вот пять лет, четыре года мы жили на эти деньги. И, в принципе, неплохие были деньги. И получали, там уже BBC запустило, была западная система оплаты. Каждую пятницу мы получали зарплату в конвертах. Только вообще никогда в жизни не было. Мы только в кино. И то тогда мы тоже мало кино смотрели, что такое западное. Ну, сейчас-то каждый день смотрели мои лекарства. Каждую пятницу зарплата в конвертах. Почему в конвертах? Потому что никто не знал, сколько получает твой коллега. Твой коллега, твой друг, тот же самый Сагишка, не знал, сколько я получаю, сколько он получает. Я не знал тоже. Ну, так иногда посидим, когда на посиделках, может, там можем сказать друг друга. Я не знал, сколько получила Жанна Корныш. Я не знал, сколько Гуля Дусматов получила. А сколько Ирина Аш-Мухамедова получила. Они не знают, сколько я получил. Потому что мы все получали равную зарплату. Это не то, что там вот главная роль такая, ты получил одинаковую, ты получил 300 баксов, ты получил 300 баксов. Нет. У кого-то было 150 баксов, у кого-то 120, у кого-то 140, у кого-то 200. И мы вот там вот конверт, в пятницу в бухгалтер мы заходим, так, бай, жан, бай, раз конверт тебе дали, раз, потому что, в принципе, с продюсерами был этот вопрос оговорен. Мы не имели права разглашать тайну своей зарплаты. Вообще. Не имели права. Это не то, что я не хотел. Нам было запрещено говорить о зарплате. Потому что это может вызвать у кого-то ревность, у кого-то зависть, в конце концов. Да. При этом мы не знали, какая зарплата у того-то. И каждую пятницу получали конверт. В пятницу был замечательный день, такой божественный. Потом отдали все хабару, и мы получали зарплату. А, мы получали в долларах, получали зарплату. Открываешь там 50 долларов, 10 долларов, 100 долларов было вообще. Потом англичане уехали, мы стали получать зарплату один раз в месяц и в деньге. Это было, конечно, так немножко уже неудобно. Но все туда мы увидели, эти доллары в руках такие, все свеженькие, чистенькие. И туда было. После Перекрестка вас сразу стали, или при процессе Перекрестка вас сразу стали узнавать? То есть вы вот именно на нем стали таким народным? Нет, ну народными, конечно, стали все. Народными в том смысле слова, что народными. Не знания народными, а вообще все стали народными. Потому что это было... Кино снималось немного в Казахстане. Скажем так, Перекрестка это был единственный фильм, сериал вообще. Смотрели абсолютно все его. Он был единственный в СНГ. Да. Он был единственным в СНГ. Первый в СНГ. Не был тогда еще, помню, появилась там «Бедная Настя». И «Бедная Настя» появилась, кажется, лет через пять появилась. Россияне сняли сериалы, снимать стали. Мы были первые в СНГ. Кто из России приезжал сюда, они смотрели здесь, тоже на наш фильм. И удивлялись, как будто мы, казахи, мы первые начали снимать сериалы. И да, и почти все актеры стали узнаваемыми. Очень узнаваемыми. Прямо вообще популярными, суперпопулярными. Не знаю, если не ездили все, например, на Майбахах и террория, то, что популярными стали дайцами. Я не знаю, я не болел этой болезнью, потому что все-таки хапнул. Я долю своей славы хапнул еще тогда, еще в Советском Союзе. «Рэкетир» – тоже фильм, который очень много, скажем так. У вас там такое очень отрицательное баяние и очень сильная роль, вот, а не закрепилась за вами, скажем, в какой-то момент… Штамп такой, да? Да, вот этот штамп. А вы знаете, закрепилась. Я хочу сказать, что предисловие, предистория по поводу этого вопроса. Вы начали снимать в 90-х годах, когда пошло уже все, это рэкет пошел, все, бандитизм пошел. Стали снимать фильмы про бандитов, про Анашу, там, Чуйской долине, ты все полностью, полняк снимал фильм. Так вот, меня там не снимали, меня не снимали. Я помню, наш один режиссер, НИБД, говорит, это Булак Колымбетов, говорил, а ты что, мой друг, и когда говорит, я что-то он тоже снимал, я говорю, Булу, возьми меня, он говорит, Жанна, у тебя такой интеллигентный лицо, какой из тебя бандит, ты че, экипакет, ты сюда. Я подходишь, говорит, и все говорят, ну, Жанна, какой у тебя, какой из себя бандит. Я говорю, ну, бандиты разные же бывают. Нет, бандиты там, и там берут ребят снимать, спортсмены, спортсмены, там, боксеры, борцы такие, такие рожи ходили, бандитские, да, вот они снимали с кино, а меня не брали в кино. Что-то снимали, говорю, криминальные темы, меня не брали совершенно. И я благодарен Ахану Сатаеву за то, что он взял и пригласил меня на эту роль без, там проб, кажется, у меня не было никаких проб совершенно, без всяких проб, и вот введем на картину вот этого, пусть не бандита такого, отъявленного там вот убийцу, да, но очень нехорошего человека, скажем так, редиску такого, подлеца, подонка, а у нас же было как, в стереотипе существовало же подонок, я говорю, подон с подонистым лицом, я не знаю, конечно, что такое подонистое лицо, но такое несимпатичное, одиозное лицо, да, а если ты хороший, у меня все должно быть косарчик, косарчиков мало снимали, скажем так, а на подонка я не косил за счет своей интеллигентной внешности. Так вот я хочу сказать спасибо большое Ахану, что вот он меня взял на эту роль подонка с моим интеллигентным лицом. И, видимо, я сделал так, потому что потом мне многие писали, что такое, что такое, я не буду говорить то слово, которое мне назвали в фильме, да, закопилось уже на десятилетие за мной. Но это доказало того, что все-таки я свою роль вытянул, и это как же, мне от этого, конечно, не легче, и вот я сказал подонка, и вот это Ахан сделал так. И потом же, после Ахана моментально, если какой-то фильм, как он стал, стрянул на весь СНГ, какой СНГ, я был в Париже, мне в Париже узнавали, и я молчу, там, Узбекистан, Россия, я приезжал в Россию, в Москву приезжал, и мне это, не партия, это такая же фойе, такая же на ресепшене, извините, пожалуйста, а вы не Жан, вот, смотрите, да, я в Париже еду, я еду на такси, и там меня везет русский человек, который 15 лет живет в Париже, у них автотранспортное хозяйство, он не был, 15 лет не был вообще в Союзе, и он тогда придет меня в аэропорт Орли, и он говорит, извините, пожалуйста, вы же из Алматы, я говорю, да, вы так похожи на актера, который снимался вот фильм, рэкетирует, он в Париже смотрел его, представляете, никогда не буду, уже 15 дней будучи в СНГ, я говорю, да, я говорю, это есть, это вы, Жан, да, это, он мне такая же, и прямо со мной фото, было приятно, мало по этому фильму, меня узнавали и в Арабских Эмиратах, и потом пакистанцы рабочие, пакистанские рабочие, когда мы снимали бизнес по-казахски, оказали в Дубае, и там были пакистанские рабочие, и они подходят ко мне, сидят с переводчиком, и говорят, Жан, они хотят с тобой сфоткаться, я подхожу, если я спрашиваю, вы что, фильм смотрели, они говорят, да, типа там, говорю, а где вы смотрели, где-то приезжаете, в Казахстан, они говорят, нет, никогда не были, ни в Казахстане, ни в России, вообще в СНГ не были, но они видели его по интернету, пакистанцы, это такое, прямо такое, знаю, я сейчас даже вот был в Грузии недавно, в Батуми, там грузины меня знали, в Берисе, да, это Жан, это Жан, да, тоже приятно, конечно, и вот, и после этого фильма, он так стрельнул, бешен, он стал же и катсменом Казахстанской кинопроката, как бы, что бы о нем не говорили другие режиссеры, я знаю, блин, нелестные отзывы, что-то он снял какой-то, я знаю, мне говорили, ой, Жан, ты снялся вот эту, и такая, и такая фигня, такая фигня, ничего не могли сделать, это был самый популярный фильм, который прорвался на экраны всего СНГ, скажем, всего СНГ, возьмите какую-нибудь картину, вспомните, чтобы СНГ ее знали, вот «Ракетир» была одна из первых картин таких, и когда, и вот сразу после выхода на экраны «Ракетир» меня стали приглашать на роли подлецов и подонков, представляете, я же говорю, вы же говорили, что я не похож, ну, это вот, 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 и вот стали потом, и потом, и потом, и говорит, Жан, сколько ты можешь играть подонков уже, потом сказал, я одного богатого человека, «Уазис любви» в российском фильме, «Россияне» позвонили, когда я спросил на киностудии, говорит, Жан, еще в Казахстане, многие поуезжали, что куда-то уехали, кто-то, да, кто-то с забором, я говорю, да, Жан, поехали в Казахстане, все, они тут же со мной списались, и тут же сказали, что я утвержден на картину «Уазис любви» с Алиной Хмельницкой, на главную роль, российский Тирем, Артем, Артем, Артем Насобурин был режиссером, Артем Насобурин, он, кстати, очень много снимал сериалов российских режиссеров, и я снялся там, богатого, тоже богатого, но не подонка, я вообще к чему говорю, а тут я играл «Богатых подонков» играл, и где-то 5-6 в районе мне подряд там шло «Богатых подонков» играл, «Подлецов», «Подонков», так что это… Потом вы оказались в самом начале вот этого пика развития казахской комедии. Комедия-мания, да? Комедия-мания, да? Да, и вот, да, бизнес по-казахски, и все франшизы, все абсолютно во всех, да, фильмах. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент 6 фильмов этой франшизы, да? 6 фильмов. А вот, и это прямо вот эту нишу народного кино заполнило, да? То есть, вот здесь как со стереотипами? Ну, а вот здесь я хочу сказать, если первый раз я сказал спасибо большое Архану Сатаеву, то теперь я могу сказать, что большое спасибо Нурлану Коенбаеву, который тоже… Ну, меня не брали же в комедии, это же не первая была комедия, прям вот прям такая первая, первое решение. Какие-то комедии снимали, но меня не брали. Ну, конечно, с интеллигентным лицом 5 комедий играть. То с таким лицом нельзя играть бандитов, подонков, теперь нельзя играть комедия. Да, и получил… Нурлан Коенбаеву опять снял, в смысле сломал этот стереотип, штамп этот, и пригласил меня на эту роль. Но она не такая прям комедийная, она такая, скажем так… Комедия – это фильм, скажем, не гротесковый фильм, это же не гротесковый фильм в бизнес-показке, не гротеск. И вот комедийный персонаж все-таки, потому что комедия пригласила меня на роль. Потом, когда я почитал, и когда первый режиссер этого фильма был Женис Хан Мамышев, а Нурлан… Вы знаете, вот как-то раньше было кино режиссерское, а это было кино уже продюсерское. Поэтому все даже путают немного понятия. Вот фильм Нурлана Коенбаева. Они думают, что Нурлан Коенбаева – режиссер. Давайте признаемся так, что немногие же читают титры, кто режиссер. Они видят фильмы, и все. Понятно, мы знаем режиссера Спилберг, Бондарчук, мы даже не знаем, в принципе. Ну, не мы, а вообще, мы-то с Болестаниной знаем. Люди не знают режиссера кто. Это не Рязанов, и они думают, что это Нурлан Коенбаев снимал фильм. Фильм Нурлана Коенбаева – это режиссер фильма «Бизнес по-казахски». И потом, когда я их снял, это продюсер, а режиссер – Женис Хан Мамышев, первый продюсер. Так вот, когда мы делали кинопробы, там тоже было претендентов несколько, кстати. Я немного был обижен, что меня пригласили на кинопробы, потому что я не от выход этого делал. Но они, потому что, говорят, жанр новый для вас, жанр, но мы хотим посмотреть даже не то, что мы не сомневаемся, насколько для вас, но мы хотим посмотреть ансамблевость. Он говорит, ансамбль – как будет смотреться тот, как будет смотреться друг с другом, будет сочетаться ансамбль. И, понятно, я пришел на кинопробы, и когда мне сказали, что какая там библия моего актера, сейчас вот говорят, что библия, да, критически моего актера. Ну, вот он такой, такой, немного такой, я так скажу. И когда мне сказали, что он должен быть такой, я говорю, ребята, это тот гейс, скажем так. Я говорю, я не хочу играть такой. Не-не-не, это он нормальный, потому что у него жена будет, девушка, в смысле женщина, которой он любится. Я говорю, ладно, он будет такой, немного, не знаю, я говорю, может, жеманный? А, да, вот жеманный был такой, немного жеманный. Он говорит, жеман, ну ладно, сыграй, ну чтобы не… Да, и вот я такая же, и вот жеманность мы искали, как вот его, потом, когда я нашел вот этот, нашел вот этот прием, вот это вот, руки вот так вот держать. Потом почему-то в бирючку вошло вот так, мне жена говорит, ты перестань держать так руки. Вот так вот руки держат, понимаете, что тут это. И вот это я придумал ему жесть вот этой рукой. И вот он немножко, походку я изменил совершенно, другую походку сделаю. Если в жизни я хожу не очень красиво, может быть, то здесь я хожу совсем красиво, скажем так, да. Немножко как это вот так, вот так, вот так. Ну, придумали немножко вот этот сам рисунок роли, рисунок. И мне было интересно сниматься, ну ладно, сниматься одно удовольствие. Это любой фильм – это часть твоей жизни. Вот сниматься у Нурлана – это веселая часть жизни, потому что ты снимаешься с удовольствием. Во-первых, там нет такой тяжелой драматургии, где нужно все время думать, я говорю, а как ты сыграл, там у тебя шлейф должен быть, как на случай. Нет, все намного легче. А потом снимали этот фильм всего лишь за двадцать дней. Двадцать дней, что там это, скажи. Мне было интересно, а потом было очень хорошо и очень комфортно, и очень весело сниматься. Нурлан, он сам такой зажигательный, он КВНщик, не зря. У него очень хорошо развитое, что юмор на русском языке, что юмор на казахском языке. Он замечательно говорит по-казахски, по-русски говорит. И он знает и тот минералитет, русский минералитет знает, и знает казахский минералитет. Он знает, где смешно, а где не смешно. И получилось так, что, может быть, процентов пятьдесят. Слова-то написанные были, сценарии. Мы заменяли сценарии, сценарные слова. Может быть, процентов на пятьдесят, на тридцать заменяли слова прямо на съёмочной площадке. Это фраза не идет, но не идет. А давай другую фразу». И прямо тут же мы сидим… Сейчас, ребят, подожди. Сейчас, а может, давай вот это. Потому что мы сидим с Абит Рахимбаев, я, Нурлан, Ауэз, Ауэз, вот как-то мы сидим в Женесхан, сидим вот дома, а вот давай, давайте тут скажем, ляпнем фразу. И вот мы ее вставляли, и они больше становились мемами. Мемами становились сейчас на простой интернете, TikTok, Vine. И когда Нурлан, кстати, он, я знаю, что он очень сильно рисковал, очень сильно рисковал. Что мне нравится в его карате, я его называю, сейчас снимаю документальный фильм один, тоже вот из Москвы приезжали россияне. Я его называю авантюристом. Он натуральный авантюрист, в хорошем смысле этого слова, авантюрист. Он бросается на авантюру, на рискованное дело. Авантюра – это рискованное дело, правильно? Где-то не знаешь, что где-то выиграешь, а может быть, ты проиграешь очень сильно. Так вот, чтобы найти деньги на этот фильм, он заложил свою квартиру. Он заложил машину своего отца, джип, в банк. И снял фильм, не зная о том, как он получится. Никто же не знает, в конце концов. И фильм стал суперпопулярным фильмом. Он какие-то деньги получил, что-то такое. Потом появились спонсоры, финансирующие этот фильм. Потом он снял второй фильм, когда мы сидели, и он прилетел, что он на тот момент работал в Астане. Звонят ко мне вечером с Женисханом Амышевым. Жанн, приезжай в гостиницу Алмата, мы в гостинице Алмате. Он говорит, номер сняли, потому что Нурлан приехал там, жил в гостинице Алмате. А это было часов девять вечера, что ли, что-то такое. Я приходил туда, они в белых халатах, с Женисханом в белых халатах, после душа, не знаю, уставшие такие, подуставшие. Давай, садись, короче. Ну, садись, мы вот селись. И обсуждали, вот мы собираемся снимать фильм, второй фильм. Я говорю, да ты что, какой кайф, я так скажу. Что будем, что там? Короче, мы решили снять его в Америке. Я говорю, как в Америке, ну это вообще, в Америке. Я говорю, что вы шутите, может быть, вы выпили слишком это сильно? Нет, в Америке вот решили, мы сейчас вот сидим, думаем, какой бы сюжет придумать. Этот разговор состоялся в феврале, понимаете, в феврале. И даже в начале марта. А в августе мы уже снимали, в Лос-Анджелесе снимали. Это, считайте, март, апрель, май, июнь, июнь, август. Шесть месяцев прошло с нашего разговора, и в августе уже мы были в Америке. То есть все быстро-быстро решилось. Написали сценарий туда-сюда, потом мы пошли в посольство, сделали визу. Визу нам дали на 10 лет каждому. Американскую визу. Вот мы поехали в Америку, он получился вообще топовым еще, чтобы казахи сняли еще в Америке. Это вообще. Во-первых, первый фильм о себе заимел, это был топовый фильм, и очень интересно, собрал большую кассу. Второй фильм в Америке, это было что-то вообще новое. Мы, казахи, в Америке, переключение, там это, скажем, русские снимали. Там, помните, бизнес, фильм Эрамджан. Эрамджан, как я помню, в 90-х годах снимал с Кокшеновым, снимал с Калягиным, снимал фильмы, там, помните, бизнес, русские в Америке, бизнес по-русски, что-то такое. Коперативное кино. Да, 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 Эрамджан, Кокшенов приглашал своих кентов, скажем так. Крачковская Наталья полная наша, к сожалению, ушедшая тоже уже. Вот они снимали там такой. Ну, они фильмы такие были, какие-то такие, очень такие. Ну, не очень. Я смотрел фильмы, скажем так, ну, не хочу называть дешевые, но какие-то не очень хорошие фильмы. Ну, они все это понимали, в 90-х годах нужно было выживать, они снимались, сами признались, что снимались в таком этом. И этот фильм получил такой интересный все-таки фильм. И второй фильм в Америке вообще побил все рекорды. И что сейчас фильм выходит, каждый фильм становится рекордсменом за всю историю казахского кино. Это самые топовые фильмы в смысле денег заработанных. Бокс-офисы, да. Получилось так. И потом появились спонсоры, потом, ну, ладно, стали уже, скажи, приходить всевозможные люди, которые предлагали уже, видимо, деньги. Он находил финансирование с партнеры, то есть все там. И потом, когда пошло уже снимать в Африке, это вообще было что-то такое. В Америке ладно, коллеги, но в Африке казахов никогда. Там русского бы не было никогда, в смысле российского кино. А тут мы поехали первые в Африку. Вообще поймем. Ну, короче, вот это пошло, пошло, пошло. И, конечно, наши актеры, которые стали прям суперпопулярными, вот наш Рамазан, Дарья Бадыкова, все-все-все стали популярными актерами, прям это, прям известными актерами, прям все знали. И потом после этого, я знаю, что Рулан сделал стоп, что после этого актеры многие стали вообще больше сниматься. Потому что Рамазан вообще стал звездой, любимчиком вообще нашей казахской публики в этом отношении. Он очень такой приятный, тактичный, интеллигентный человек вообще. Рамазан, я его тем более знаю с восьми лет, потому что он играл, снимали такой сериал, называется «Айна Лайн», и он играл моего племянника. На тот момент ему было восемь лет. Мы с ним встретились, когда ему стало 17 лет, сейчас ему кажется 23 года, вот он уже отец, ребенка, женился уже, курит уже иногда. Я вот его с восьми лет знаю, Рамазана, замечательный. Мало того, он пишет замечательные песни, пишет замечательную музыку. Я не знаю, может, процентов 30 из эстрады казахстанской исполняет его произведения. Он, при том, что он еще и поэт, он еще и музыкант. Сам Домбрист замечательный, у него мама Домбрист, у него братишка, у него жена Домбрист. Такая музыкальная семья, они закончили школу, он закончил, Амрека Шабаева, недалеко находящийся. И вот он стал суперзвездой. Естественно, ну мы тоже, естественно, как бы так, не отстали нас, которые до этого знали, люди вообще тоже. И вот сейчас, мало того, мы собираемся ехать, вот сейчас мы должны были уже улететь в Нью-Йорк. Я говорю, ну ладно, мы же снимали бизнес-показки. А мы снимали бизнес-показки в Лос-Анджелесе, и мы будем снимать бизнес-показки в Нью-Йорке. Я говорю, ну хорошо, давайте. Виза, говорит, есть же, виза-то еще есть, еще лет, лет, лет. А когда полететь? Мы должны были приобретать вот в августе. Просто сценарий еще сырой. Я буквально подвчера созванивался с Сулданом, это помощник его вечный наш. Он сказал, Жан, говорит, там еще сценарий немного сыроватый, где-то, возможно, в сентябре мы поедем туда. В сентябре. То есть мы поедем однозначно. Но у нас так и бывает. Если вот первый бизнес-показки мы снимали, то есть когда в августе снимали, у нас вообще по традиции идет съемки в августе. Вот август-сентябрь. Единственное было вот исключение, это мы снимали в октябре бизнес по-казахски в Индии. В Индии сняли. А так мы это делали август-сентябрь, август или сентябрь, или сентябрь или август. И премьера строго 28-29 декабря перед Новым годом. Ну, вы ведь помимо этой франшизы, вы снимаетесь в очень многих казахстанских комедиях. Да, кому-то это не нравится. А, нет, народу-то нравится. Вы себя заложником сейчас не чувствуете уже в этого комедийного кино? Вы знаете, заложника не чувствую, благодаря вам. Потому что вот сейчас я снялся в картине... Это был январь... А, нет, это был март. Май. Апрель-май. А, спасибо. Апрель-май я снялся в фильме с россиянами, скажем так, который называется «Кровавая луна». Там совсем другой жанр. Вы прекрасно знаете, потому что вы являетесь одним из продюсеров этого фильма. Это совсем другой жанр, за что я могу сказать вам тоже большое спасибо, потому что, да, действительно, Александр Демьяненко, всем известный шурик из операции «Еи», кавказской пленницы, он же все время страдал, хотя я тоже иногда смотрю документальные фильмы о нем. И он такой, он говорит, он был несчастный, он снимался, был заложником одной роли, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он стал любимцем всего Советского Союза. Я не знаю, как можно быть несчастным и ощущать себя любимцем всего Советского Союза. Он выезжал на корпоративные вечера, он выезжал на концерты, товарищ Кино, когда вот раньше сидели директоры. Ну вот не знаю, человек вечно чем-то недоволен. Ну я, может, понимаю его, он, может быть, хотел играть драматическую роль, как любой артист, но ему маловато давали, как-то он так это. Ну вот спасибо вам, что я не стал заложником одного жанра. Но это можно бы сказать еще что, я же все-таки играл в «Рекетире», играл подонка, подлицать это драматическая роль в любом случае. Потом я начал играть в комедии. Но между комедиями у меня было, кажется, еще две картинки, когда я играл все-таки там, в драме играл. Ну такие они, может быть, менее известные стали. Вот сейчас играл я у вас в фильме «Кровая луна» сыграл. Это фильм, это триллер по большому счету, это не фильм, это триллер. Я думаю, что он будет интересен, потому что он был для меня интересен, потому что как бы так, немного другой жанр уже, в котором я давно не снимался. Интересно было поработать с актерами. Интересно, что в этом фильме мою жену играет моя бывшая племянница. Линда Нигматулина, которая в перекрестке в том же играла мою племянницу, здесь она играет мою жену уже. Подросла. Подросла. Да. Вот, я не знаю, фильм вы где-то хотите где-то к Новому году, да, его пустить, да? Посмотрим, что получится из этого. Потому что партнеры были замечательные, режиссер был замечательный, подход был замечательный, и вообще группа была такая очень замечательная. Она почти где-то процентов на 50 состояла из россиян, да, получается. Ну, пополам. Да, и продюсеры, и линейные продюсеры, да, и костюмеры, и технические, и службы, да, были россиянами. Расскажите вашу историю с Ким Кудуком. Это как бы такая, ну, это история не на два слова, не на две фразы, ничего, то, что вас позволяет программа, да? Абсолютно. Ничего. Ким Кудук, к сожалению, для этого человека стоило помолиться, потому что он, к сожалению, ушел во время пандемии, уже на второй год пандемии он ушел, к сожалению. состоялось наше знакомство где-то в восемнадцатом году, в восемнадцатом или семнадцатом году, до пандемии, буквально за два года до пандемии на одном из фестивалей, фестиваль был Евразия, кажется, потому что был фестиваль Евразия, еще был другой, ломантический фестиваль еще какой-то был, да? И студенческих работ был, бастал был еще вот этот. Ну, кажется, на Евразии мы познакомились с ним случайно, я знал, что кто приезжает в свои гости, там Ким Кудук приезжает такой, будет приезжать с россиян, и там все эти разлогов приезжает, приезжает. И вот Ким Кудук, конечно, я о нем знал, вспышал, смотрел какие-то фильмы его, знал о скандальном имени его, в конце концов, известном на весь мир. Тарантино называет его учеником, в смысле, Тарантино называет его своим учителем по фильму, Ким Кудук Тарантино. И он приехал сюда, и, конечно, мне было интересно, и в какой-то момент он подошел ко мне, и Тарантино говорит, мне приезжает, он говорит, хочешь, Саня, фоткаться? Это было на Куртебе, в ресторане, с отделением, странно, на байк, было, да. И он подошел, и мы с ним что-то стали говорить, то есть, вот мы с ним стратис, у меня есть фотография с ним, пообщались с ним, как-то он говорил, говорит, если я буду снимать кино какое-то, я говорю, ой, ну, конечно, ну, я думал, что это так сказано, и все, как обычно. И где-то то ли через месяц, то ли через два, то ли через полгода, я уже не помню, это можно вспомнить. Ко мне звонят, говорят, вот я как бы агент Ким Кедука здесь в Казахстане, и он бы хотел с вами встретиться. Я говорю, по поводу чего? Для меня это была большая неожиданность. Тогда пранкеров было здесь, у нас здесь не было, пранкеры, розыгрыш, то есть, которые ставят такие, вот вы не могли подойти в гостиницу от Эликсис? Я подошел туда в назначенное время, и вот мы там встретились с Ким Кедуком, он рассказал свои истории, мне выслали сценарий этого фильма, вот сейчас мы там дорабатываем его. Сидела девушка, Олег, которая должна была играть одну из главных женских ролей, а мы поговорили с ним по поводу этого, назначили встречу где-то через неделю, через дня, через четыре, или через пять, опять же. Я почитал сценарий у себя, там было много непонятного, но одно я понял, этот фильм был, скажем так, скажем так, очень неожиданный для меня, потому что роль, которую он мне предложил, одну из самых главных ролей, мужскую роль, она, кажется, была почти что единственная, кажется, была, нет, там две роли было, вот эта самая главная роль, это была моя мужская роль. интересная тема, у него же такие темы вообще интересные, какие-то экзистенциализм, экзистенциализм, вот это вот идет, что-то такое, не все фильмы мне его нравятся, честно говоря, не все фильмы мне понятны. И это был фильм, это был фильм о раздвоении личности, вот эго от эго, туда-сюда, антигерой, герой, самая главная, заглавная роль была у девочки, у девушки этой, и мужчина, ее, скажем так, ее бойфренд, скажем так, это была роль, которую предложили мне. Все бы ничего, но там было очень много, скажем так, сцен, сексуальных сцен. Ну, это как бы тоже, я снимался в таких сценах, постельных сцен, но там были не совсем постельные цены, то есть там был секс, но не в постели, скажем так, где-то в машине, и я почитал где-то почти 4 или 5 сцен таких было, откровенных, скажем так. Я засомневался, и потом на следующей встрече я сказал, высказал свои сомнения по поводу вот этих сцен, на что сказал, мы будем не все показывать, такая же. Не все, у Хим Кедука это очень много по-нашему, короче, да, не все. Я говорю, ну, может быть, я говорю, понимаете, у меня есть какой-то определенный свое уже реноме, скажем так, да, программ, в Казахстане, что я как бы так не хотел бы слишком таких откровенных сцен снялся, потому что у меня есть дочки, у меня есть знакомые, дети, а потом как-то так не знаю, ну, я, может, боялся осуждения, туда-сюда, а потом как-то мне само плетило вот это вот все. Все мы люди, все мы человеки, ну, хорошо, что ты хочешь, то там делай у себя дома, да, вот, мне крайне, как-то мне было страшновато. Не все голливудские актеры, не все европейские сниматели в таких откровенных сценах, скажем так. У некоторых актрис голливудского плана есть, записаны прямо в правилах, цена такая-то, она просто все, и она неприемлема для меня, то есть вот для них. Поэтому для меня это было неудивительно, когда я стал сомневаться и сказал, все-таки, может быть, я не буду, он говорит, не, жена, давайте так, давайте так, для проката в Казахстане мы сделаем версию одну, а для мирового проката мы сделаем версию другую, более откровенно. Я говорю, ну, это вообще странно, потому что век интернета, да, взял, открыл, смотрел это мировую версию. Это было неубедительно, скажем так. И, короче, я, в какой-то момент я дал согласие свое, дал согласие сниматься в этом фильме. Он меня убедил. Но, вы знаете, я так никогда не волновался, я лежал дома и думал, и думал, и думал, и думал, и думал, и думал, и имя Ким Кидук, это мировая, это мировая известность. Непременно любой фильм, который он снимает, он должен быть на каком-то фестивале. Всегда. Будь то Каннский фестиваль, Венецианский фестиваль, где-то, Бог его знает, его знают такие люди, как, как Квентин Тарантино и читает его своим учителем, Ким Кидук, а он мне предлагает роль. Представляете, учитель Квентин Тарантино, который, это, кумир, предлагает мне сыграть его в фильме, одну из главных ролей. И вот я сидел и думал, ну как мне, посоветовался со своими знакомыми, они говорят, Жан, тут что это, снимайся, ты что это? И потом, как я буду смотреть людям в глаза, как они посмотрят вообще это, я не знаю. Я как-то не боролся за свою фигуру, в принципе, я никогда не был толстым, никогда не был. Ну, все-таки, после некоторого времени размышлений, я позвонил и сказал, что я отказываюсь. А это оставалось почти 6 или 7 дня для съемочек. Но съемки, понимаете, у него были несложные, не то, что там декорации огромные строились, нет. Вы знаете, если вы знаете творческий фильм Ким Кид advoca, во многих фильмах он сам является режиссером, сам является оператором, он рисует, замещается, он сам является художником картины, он только может быть гримером, гримером, ладно, он не является костюмером, не знаю, у него очень маленькие группы, у него очень такое локальное кино, маленькое кино, поэтому его кино называется так, авторское кино, да, это не блокбастеры, и поэтому группа совсем маленькая, там не было такой подготовки, она могла бы сниматься в интерьере, в любом, когда сюда, не знаю, подобрали. Поэтому я не сильно подвел его. Потом он поменял героя, изменил сценарий полностью и сделал более такой политанским фильм. Не знаю, когда он вышел, как он вышел, я не знаю. Но, к сожалению, через год я узнаю о том, что в Прибалтике он умирает от ковида. Жил здесь нормально, уехал туда, почему несколько дней побыл там, заразился ковидом. В Риге, кажется, он умер. Да. К сожалению, прошлого не вернешь. Я уже больше никогда в жизни не снимусь у Киньки Дука. Очень грустно, конечно, от человека. Потом мы с ним встречались в Алмате еще после этого. И главное, чтобы мне понравилось, не то, что он обиженный вид сделал, что я кое-как сказал, ты меня подвел, так-то, так-то. Нет, мне понравилось то, что он мне сказал. Я вас понимаю. Я не теряю надежды, что мы с вами будем еще видеться. Я хочу, мало того, я хочу вас снять в своей следующей картине. Я найду для вас роль, в смысле, не то, что я найду для тебя. Мы сделаем так, чтобы вы будете сниматься в кино. Она не будет такая откровенная, какой-то боистикой сцена. Но вы будете сниматься в моем кино. И мне это понравилось. То есть не то, что сказал, и все, иди, я тебе больше снимать никогда. Нет. Он мне внушил надежду, что я буду сниматься в Киньки Дука. Но, к сожалению, через год-два получилось. То есть все рушилось, потому что человек, к сожалению, ушел из жизни. К сожалению, ковид не пощадил его. И вот, да, вот такая история в моей жизни была. Я ее не всем рассказываю. Но если кто-то узнает, скажет, а вот у тебя же история была с Винькой. Скажи, тогда я может порассказываю. А так вот ходите. Я вот с Киньки Дук мне предлагал сниматься туда-сюда. Ну, не знаю. Ну, короче, вот такая вот страничка моей биографии есть. Можно такой немножко как бы личный, но в то же время простой вопрос. То есть вот вы в хорошей физической форме. У вас нет лишнего веса. Вы хорошо выглядите. То есть вы, да, придерживаетесь каких-то вот правил диеты, вообще чего-то в своей жизни, что вот сюда я не хожу, этого я не ем, здесь я не пью. Или все остальное. К сожалению, спасибо большое за ваше мнение. Но все не так радужно, как вы говорите. Потому что есть оболочка, а есть внутри органы. Больной желудок меня не миновал. Больные легкие меня не миновали. Больные легкие, к сожалению, мне уже почти 30 лет. У меня, к сожалению, астма. У меня лежит баллончик, ингалятор. Все эти болезни есть. Они с годами, они, конечно же, прибавляются. И тогда я помню, что Дебров сказал, говорит, когда-то, говорит, я каждый день поднимал вот такую рюмку водки, скажем так. Теперь я поднимаю такую же рюмку полную лекарств. Такую же рюмку полную лекарств. Это тоже есть в моей жизни. Я стараюсь себя поддерживать физически и в том, как бы, внешне. Я не знаю, может быть, скажем так, это, может быть, генетика моей семьи такая, да. У меня как-то роду не было полных людей совершенно. Мне нетрудно держать вес в рамках. Я физически взвешиваюсь. Вижу, там, набрал 2-3 килограмма. То есть у меня мой коридор 75-82 килограмма. 7 килограммов. И вот этому весу я соответствую уже, видимо, больше 40 лет, наверное. Раньше я был еще худее, когда был юношей совершенно. И мне ничего не стоит его удерживать в рамках. Я хожу в зал. Я вообще, мало того, я раньше занимался плаванием. А я занимался, все удивляются, я занимался борьбой. Какой еще борьбой? Классической борьбой. Сейчас она называется, греко-римская борьба называется. Я занимался, да. Мой брат занимался вольной борьбой, мой другой брат занимался гимнастикой. Я как-то так вот спортом я занимался еще с юных лет, в школьные годы. Одно время говорил, даже на конькобежный спор ходил в Алма-Ате. Благо, у нас были стадионы, все это как же. Это там, может быть, месяц-два-три ходил у нас. Мои соседи, ребята, с моего двора, мои любимые, ходили на трамплин. Для многих городов это, конечно, как ходить на трамплин, прыжки с трамплина. Да, у меня во дворе процентов 80 пацанов ходили на прыжки с трамплина. Благо, он на трамплина, когда через Тимириазеры находится все это, через Альфараби. И как-то я с спортом дружил, скажем так. Потом как-то бросил все это, потом начался работать до сюда. Ну, я нахожу время ходить в зал, поддерживать свою физическую форму, поскольку молодняк наступает на пятки, скажем так. А нужно поддерживать себя в форме. Видимо, что такое. А потом, не знаю, если брать как бы так вот чисто вот, не знаю, там, внешность, в смысле лицо там, не знаю. Может быть, это уже генетически у моей мамы было чистейшее совершенно лицо. Не было ни... Я помню лицо с моей мамой, ни притчика ни одного не помню за всю жизнь. Может, Бог его знает, конечно. Может, это додается, но, конечно, я себя не запускаю, я себя не распускаю, точнее бы, не распускаю. Я знаю, что в моем возрасте у многих ребят есть пивные животы появляются, то есть, да, там... Да не то, что в моем возрасте. Если у ребят 25-26-30 лет максимум они ходят с такими пивными животами, как с такими худенькими, а с таким животом ходят, которые не скучны под каким полом, в конце концов. Я хочу под этим не одевать, это поло, потому что поло трикотаж, и трикотаж и живот всегда будет, видимо. Лучше нужно одевать такую хэбэшную рубашку прямую. Наденно так. Да, и как-то для меня это не составляет труда заниматься, если я не имею возможности заниматься в зале, когда мы уезжаем в командировки. У меня все же гостиницы бывают, тренажерный зал, плавательный бассейн. Поэтому, да, я встаю утром в гостинице, если у меня хорошее состояние, если у меня мое дыхание более-менее, потому что для меня утро это очень страшно. Я просыпаюсь, и такое ощущение, как будто я вообще не спал, как будто я поработал смену, потому что воздуха, когда не хватает в организме кислорода, очень тяжело. Ты просыпаешься не отдохнувшим, а уставшим еще. Поэтому пока пройдет вот это время, то сюда, я потом начинаю отжиматься от пола, что делать какие-то зарядки, свое лицо, не могу сказать, в смысле свое тело, не могу сказать, как бы так, начинаю потихоньку расслаблять, потому что на пол все сковано такое, после в одном положении спишь, начинаешь. И вот я нахожу возможность какие-то физические усилия прикладывать к тому, чтобы держать себя в форме. А когда я снимаю, когда я нахожусь в Алма-Ате, то я хожу в тренажерный зал и с периодичностью три-два раза в неделю хожу занимаясь тоже. Мой тренер, мало того, я говорю, если бы занимался без перерыва, там год-два, он говорит, тьфу-тьфу-тьфу, Бижан, у тебя очень хороший остов, у тебя хорошие кости, в смысле форма, как бы есть. Если бы год занимался, никуда не уезжая, то вообще бы я себе выходил бы там в соревнованиях по бодибилдингу. Мне кажется, это приятно, но до этого не доходит, потому что не хватает времени, а так вот держу себя стараться. Ну, последний сегодня вопрос. Сколько, вот одновременно за год вы, в скольких фильмах одновременно за год вы снимаетесь? Вот если брать, вот допустим, 22-й год, 21-й, 23-й, вот максимальное количество. Я хочу сказать о том, что вот последние два года после пандемический, они очень урожайные. За эти два года, я сейчас сразу когда-нибудь за эти два года, я вспоминаю сразу репризы, Державин с... Державин... Ширин. Ширин, да. Это недавно была передача какая-то, их показывает, их знаменитая сценка, когда киноактер и интрируемый спрашивает, говорит, вот я хочу представить нашего народного артиста, такого-то, который из 17 студий в Советском Союзе не снялся почти в 16 студиях. Так вот, да. И когда я говорю, скажите, пожалуйста, вот вы, как хорошо проходят ваши вообще съемки, как вот вы снимаете с кино? И Ширин говорит таким, ну, если я в прошлом году не снялся в шести картинах, то в этом году я уже не снялся в более десяти картинках. Не снялся. Вы сейчас когда-то сказали, что... у вас совершенно обратная ситуация, да. Ну, может быть, за два года я... за два года я снялся где-то, наверное, опять же, это в голову. Ну, в картинах, наверное, ну, в пятнадцати, наверное, в шестнадцати картинах снялся. В шестнадцать? Да. Замечательно. Да, это... Вот, кинопарк. Я не знаю, можно кинопарк, спасибо, да, вот он все-таки сейчас делает очень много. Я знаю, вот я когда говорю с руководством кинопарка, с Алмазом Удобаевым, Сирланом Бухарбаевым, понимаете, да, да, мы не скажем, что снимаем шедевры, но мы снимаем, потому что сейчас ушел сегмент американского кино, много российского кино ушло, и нам нужно заполнить кинотеатры. А как заполнить кино? Потому что нужно какое-то... нужно это... поэтому, естественно, мы сами снимали начали с компанией Tiger Films и стали снимать. И то тех, я говорю, так вы сейчас, все говорят, о, сколько вы из фильмов снимали. Так этого мало, это какая-то, может быть, не знаю, четвертая, пятая часть от того, что нам нужно снимать. Абсолютно. Да, потому что, я говорю, как, сколько? Он говорит, нет, не хватает, ты не знаешь, что это кинопрокатный бизнес, не хватает картин, чтобы заполнить все кинотеатры. Я говорю, как же, много? Нет, нет, не хватает, их нужно снимать, 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 и поэтому, говорит, когда наши многие режиссеры боятся о том, что, ой, кинопарк снимает много фильмов, тебе нам некуда деваться, что нам делать? Нет, не хватает фильмов, снимайте, мы будем их показывать, когда придем к какому-то консенсусу, скажем так, Хотим, если не хватает, и поэтому, спасибо кинопарку, он сейчас, очень много актеров, благодаря кинопарку, снимается, играет, в комедиях, конечно, большинство, но опять же, Алмаз говорит, что комедия-то тоже как-то пройденная, в смысле, не то, что это пройдет, да, да, мы сейчас накопим какие-то денежные ресурсы, и мы будем на каждую, на каждую, может, две комедии, три комедии, будем снимать один фильм серьезный такой, какой-то авторское кино, что-то такое, об этом мы понимаем, и он очень хорошо знает кино, поэтому я думаю, что что-то изменится, не вечно же мы будем снимать комедии, не вечно снимать комедии, но в любом случае должны как-то воспитывать зрителя.